я чувствую бодрость и энергию 40 баксов упаковали для одного человека вот второй человек брыла так бахнут это самое интересное ай-яй-яй-яй-яй-яй это просто без мать его бакса за 13 майлов нифига не понятно но очень даже интересно доброе утречка друзья ну что день доставщиков сша третий выпуск начинаем и свое утро с того что нужно подкачать колеса вот потому что показывает что давление что-то не в порядке и надо с этим что-то делать я понятное дело с утречка марафечу все моменты с машиной после чего будем выходить на линию доставки в целом вчера получилось поставить рекорд 200 баксов за смену по факту и если ты еще не видел предыдущий видос залетай смотри возвращаешься сюда погодка сегодня радует на часах у нас час дня воскресенье и я конечно же ожидаю что сегодня будет прям разрыв я ожидаю это каждый раз когда выхожу на линию и вы знаете я вчера почувствовал что я был очень близок можно было заработать намного больше просто пропустил и еще несколько крутых доставок из-за того что уже был сонный и действительно никак не могу нормально выспаться и это влияет на все но сегодня я настроен это все дело разбомбить сегодня я выспался вроде бы по крайней мере сейчас когда у нас на часах почти два часа дня я чувствую бодрость и энергию посмотрим как будет обстоять дела дальше целом хочу поблагодарить всех кто смотрит мой канал и конечно же всех тех кто лупашит лайкосы если ты еще не подписан подписывайся надеюсь этот день будет продуктивный полетели вот заправились 40 баксов 12 с половиной галлонов короче примерно один галлон это 36 или 37 литров бензина не этого хватит примерно на на 3 скорее всего дня ну что упал первый заказ неплохой заказ я считаю хорошее начало рабочего дня короче у нас получается 9 долларов там 9 чем-то за два с половиной майла короче неплохо можно принципе сделать тем более вот это все рядом заехал маке забрал отъехал отдал короче все четко немножко задержался забежал в магаз нужно было купить для колес короче болты потому что все слезали такие мастера короче в америке что это просто жесть слезали мне болты я все заново для колес короче покупал болты но это уже такое это уже нюансы но все равно знаете минус 40 баксов там 40 заправил 40 туда 40 туда и все вот пожалуйста целый рабочий день ездить в ноль по факту но ничего страшного любом случае затраты будут и так как мой железный конь это по факту основной объект заработка все вокруг коня крутится расходятся материалы там масло менять скоро надо будет короче такие всякие моменты ну блин владельцы авто меня поймут конечно я не прям такой автомобилист вот но когда был еще в украине у меня была шестерка но все вы знаете что как ни крути жеуль советская машина она всегда ломается и всегда нужно что-то делать всегда нужно как-то чинить и на это уходит уже не такие немаленькие деньги по сравнению с америкой конечно это прям небо и земля здесь по большей части берут даже не за материал не за деталь а именно за работу то есть по факту там по часовой оплачивается это все дело и когда ты приезжаешь там чинить что-то тебе сразу говорят там 50 в час и ты понимаешь что твоя машина может стоять там еще долговато ну то есть типа по факту ты отдал и заберешь ты ее там через часа два-три идти к нашим я уже ходил есть один более-менее нормальный мастер но также к нему попасть это конечно проблематично и нужно блин потратить дофигища времени чтобы его вызвать в ней записаться и тому подобное а есть такие что просто жопа вот как-то попали к нашему мастеру сейчас я покажу как он не откручивал это все дело вот смотрите как он мне все подкручивал все полностью слизанные просто жесть пикап джеймс все забрали из-за того что задержался немножечко в магазе уже сделали все хорошо вот ехать 4 минуты показывает вообще прекрасно то есть это easy easy money easy заказ легко приехала забрал и уехал так сказать начало положено будем надеяться что сегодняшний день реально будет продуктивный подтверждение личности вот так работаешь только начал сразу тебя прилетает уведомление сфотографируйтесь мы хотим удостовериться вы ли это или какой-то мошенник и так рувал еще одну доставочку 11 долларов за 5 майлов в принципе неплохой заказ уже по факту вторая доставочка и мы закрываем двадцатку два заведения вести в один дом все четко все классно называется заведение я митой вкусный тайланд да были мы в таиланде очень конечно понравился нам той просто жесть свои плюсы есть конечно так подтвердить подтвердить так следующий ресторан погнали джастин людей на самом деле сегодня очень мало на дороге это очень радует трафик вообще небольшой я сейчас нахожусь почти возле главной улицы и здесь прям ну прям очень круто слушайте-ка я как будто сейчас приехал в четыре пять утра сюда отвечаю прямо такое ощущение трафик конечно же решает почти все если ты будешь доезжать очень быстро ты быстрее будешь выполнять больше заказов и при этом ты не будешь стрессовать спешил посылка короче забрал пылесос и нужно его теперь завести другому человеку и такое бывает не ресторан мне сразу показалось что будет что-то то есть это не ресторан это не доставка еды а доставка посылки но круто что могу сказать 10 долларов 3 майла неплохо работаем я значит думал что это будет просто забрать пылесос и все оказывается нужно было еще поехать в ресторан и забрать там еще доставку что-то не пойму мне не писала ничего по поводу этого очень даже интересно как это так мне показало просто забрать посылку и завести человеку а когда я уже забрал посылку он нажал подтвердить выбил еще поехать в ресторан нифига не понятно но очень даже интересно так есть сфотографировали есть и все аналия комфортенки следующий заказ 11 долларов для двоих студентов забирать с одного ресторана поэтому взял очень и очень даже неплохо я и свалками знаете какой еще плюс доставок нашел ты можешь для себя искать какие-то крутые заведения и потом возвращаться и пробовать их еду а например сюда я не вернусь да мне там не очень сильно понравились порции так это все такое какое-то воздушное а вот было на заведение вчера я с удовольствием туда пофигачу там такие конечно лупашат большую ромные такие прям в рыло так бахнул и нормально нахавался вот такие порции я люблю а вот это все воздушный смотрите два пакетика такие легкие как будто там какие-то такие знаете снеки просто первый голодный студент уже не будет голодный погнали дальше блин прикольно короче это район называется университет ну логично почему так называется блин здесь конечно красиво все чистенько все круто мне кажется и воздух какой-то другой американские красотища так все погнали зарабатывать так 2 студента накормили ну что ждем какой-то жирный заказик и полетели выцепил еще один заказ 18 долларов 8 майлов ну я вам скажу так такой 50 на 50 неплохой заказик взял его чисто из-за того что вот раз поехал и ты знаешь что там железно у тебя будет уже 18 в конце пути вот потому что уже и так 20 наверное стоял ждал не было ничего нормального и сейчас только начинается пик сейчас 5 часов 20 минут вечера начинается движуха уже все куда-то едут что-то кушать по ресторанам короче движ конкретный начинается но ничего страшного сейчас этот закроем там дальше уже будем как-то выбирать более тщательный короче только сел покушать немножечко перекусить сразу прилетела заказе к 11 долларов 3 майла забираем по заказу и я это thank you опана поймали еще один заказ 20 долларов 5 майлов короче неплохо очень даже неплохо и ехать было сюда рядом самое главное чтобы теперь это все долго не готовилось потому что эта сеть так обел и здесь как известно очень долго готовит заказ 20 минут я забрал заказ что и стоило было ожидать людей навалило короче жесть такие сети вот именно так обел лучше не соваться вот прям вообще максимально с 6 часов до 11 вечера то есть в принципе каждый раз уже приходят какие-то новые навыки новые знания которые нужно применять короче ребятушки фух это жесть конечно опять убери меня немножечко немножечко так чуть-чуть взул короче в чем прикол там показал что будет один заказ по итогу это был двойной заказ и знаете что самое интересное я вам скажу самое интересное мы когда приехали на первый адрес он был неверным мы звонили сразу же клиенту сообщали ему что вот-вот мы стоим где вы там ну короче движуха такая понеслась конкретно сразу же ну типа у меня серьезный подход приехал сразу позвонил выходи отдал убежал все короче в итоге была тишина никто не отвечал потом ответил чувак такой прям ну видно что все под датой жестко короче я ему говорю что я приехал выходи он говорит у меня другой адрес говорю подожди у меня в приложении написано этот адрес как у тебя другой другой он несколько сообщения другого адреса я говорю ему слушай это ну четыре майла мне к тебе ехать типа я стою вот у меня есть убер карта я приехал по убер карте все вот пожалуйста вот он ну я стою на карте все видно что я стою возле своего дома куда указали короче он все давай вези а думаю подожди я пишу службу поддержки уже за движуха я приехал где он он сказал что не другой адрес куда мне ехать типа это четыре майла еще кто мне оплатит круче такая движуха он мне просто сообщение не парься сейчас я отменю это заказ вот с едой можешь делать что хочешь это самое интересное делай что хочешь я сейчас вам покажу откуда готовилась нападение короче вот у нас здесь картошка вот такая большая соусу у нас здесь 20 куриных крылочек смотрите ныряй смотрите ой 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 короче я вам скажу так убер не только дает зарплату убери еще и кормит короче ну мне не проблема что ему сделать я же приехал на тот адрес ну все я ну чисто я прям из перед совестью я чист то есть ко мне никаких претензий вообще нет это все как сказал убер сделайте что-то что посчитаете нужным я сделаю сейчас проеду чуть-чуть где-то остановлюсь и сделаю то что посчитаю нужным так это еще не конец деньги я переживал что значит за этот заказ не оплатят не нифига оплатили за этот заказ по полной стоимости без каких-либо проблем я думаю что это повлияло на рейтинг потому что когда через поддержку ты отменяешь заказ у тебя бляха муха падает рейтинг вот я думаю что на рейтинг это повлияет сто процентов но я как-то вообще не парюсь в лупашил заказ 12 долларов 3 майла очень круто правда заказ волмарта это значит что надо немножечко там будет поднажать на сотрудников чтобы они побыстрее приготовили заказ вот а так в целом очень даже неплохо наш план обычного смотрите здесь много машин уже запаркованных ждут свою очередь а я сразу туда лупашу на место называю им свое имечко и все и они сразу же мне выносят то что мне надо ну надеюсь что сегодня это точно сработает до этого это срабатывало и я быстрее уезжал чем те ребятушки коллеги так что сейчас посмотрим единственное что меня бесит волмарте так это то что для тебя ты рулетка ты пришел показал свое имя и ты не знаешь сколько тебе дадут тебе могу дать маленький пакетик тебе могут лупашить дофигища вот этих вот слотов короче вот это стоишь и просто гадаешь дофигища там будет или нет короче я покажу свой заказ мне убер еще прислал типа дополнительно за 8 майлов в 23 доллара я конечно же согласился правда ехать в даунтаун буквально уйдет на это все у меня где-то около 40-50 минут на развозка этих двух заказов но уже по факту в кармане будет 35 баксов но это неплохо я считаю вывозят сразу же для двух людей заказ короче вот это очень и очень круто реально сразу идти внутрь и ребят просить чтобы они вам это все дело оформили побыстрее и вот эти ребята еще стоят ждут упаковали для одного человека вот второй человек на часах 8 47 и я поймал еще один заказ 10 долларов 2 майла очень и очень даже хорошо проезжал мимо этого заведения поэтому короче тупо повезло что не надо было вообще нигде кружляй там все рядом все четко трафик на самом деле сейчас вообще прям очень снизился почти нет о музыка авторские права все богом короче ребятушечки это просто развал конкретный я сейчас не буду палить сколько мне предложили за это заказ на самом деле но хух это просто без я просто в шоке короче я не знаю сейчас посмотрим я надеюсь что ничего не слетит что все будет хорошо возможно там придется немножечко подождать но в целом ребят я не знаю может мне привиделось я когда увидел эти цифры я сразу нажал принять потому что я понял что сейчас будет бойня за этот заказ короче если мы его выполнили можно ехать домой спать 72 мать его бакса за 13 майлов сюда иди ка это был тройной заказ заключительный заказ был вот в этом отеле рядом находится аэропорт поэтому мне кажется из-за этого и был такой дорогостоящий заказ смотрите вот у нас 64 бакса это еще не пришли чаевые от последнего человека они дойдут и все и по факту 72 доллара за один мать его заказ это очень круто лупоните лайкос и подпишитесь если вы еще не подписаны меня это пиздос как мотивирует для вас это буквально там несколько секунд полетели дальше 950 за 3 майла неплохо неплохо можно можно жить пикап сезон забрал погнали завозить это клиенту и так ну что опять наш макдональдс 5 50 за одну милю можно было дождаться и что-то хорошее но мы прям стоим возле этого макдональдса я думаю блин ну 5 долларов это тоже деньги как ни крути а мне ехать здесь буквально за один поворот поэтому забираем сейчас и полетели пикап фор ливиан с и на самом деле очень круто то что сейчас нет много машин то есть можно свободно подъехать быстренько все сделать потому что все а может не все помните предыдущий выпуск там я стоял один час приблизительно что 50 минут стоял просто в очереди но это было прям жестко действительно это было утомительно и по факту потратил дофигища времени ради одного макдональдса ну такое себе знаете здесь это по факту тоже типа как центральный в этом районе макдональдс но здесь никогда не такой большой очереди обычно там где-то может часов 5-6 люди после работы когда возвращаются есть ну а так в целом нету такого что прям был здесь какой-то ажиотаж это уже туда ближе к даунтауну там уже конечно ну прям жопа жопейшая а так здесь четко все и и zero короче прям человек который заказывал эту доставку прям попросил прям уточнить внутри ли напитки короче да вот такие всякие мелочи конечно надо быть внимательно потому что очень часто они действительно забываю туда фигачить напитки и потом тебе прилетают какой-то такой недовольный комментарии от самого заказчика или вообще там какой-то страйка слышал они дают короче такое все погнали нас 1 майло это вообще это очень близко ехать буквально одну минуточку короче четко все поехали завозить и ждем какой-то жирный уловчик уже все уже эмоции с предыдущего вот этот на 70 баксов уже эмоции немножечко прошли хочется опять их как-то взбодрить все поставим и все сделаем так дальше надо сделать фотографию ну есть есть контакт подтверждаем подтверждаем и все пять пятьдесят на балансе следующий заказ 9 долларов два майла забираем с бургер кинга вот спокойно заезжаем два майла туда это прям максимально близко и все и изи 9 баксов это опять же дурдаш сейчас почему-то убор немножечко присел не предлагает какие-то такие крутые варианты есть неплохие но опять же не прям не ахти если сейчас выбирать так лучше уже дурдэш выбрать вот такие заказы почти по 10 долларов вот итак десятка 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 мы уже побили по факту вчерашний рекорд предыдущий выпуск мы сейчас вот так наказали потому что у нас на часах 11 часов 20 минут вечера и у нас уже новый рекорд новый рекорд по доставке разовой доставки новый рекорд вообще за дневную смену вот вот просто предлагает еще забрать с этого места дополнительно за одну майлу еще 7 баксов ты получишь мы конечно же соглашаемся и забираем первый завозим сразу же второй то есть в принципе это и зима не действительно за одну майлу еще семь короче неплохо неплохо можно 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 работать осталось сотруднику сказать еще один заказ что у нас есть чтобы он сразу же готовил два как-то так самом деле можно было еще поездить и еще заработать но как говорится всех денег мира ты не заработаешь мне завтра с утра ехать на терапию вот нужно делать специальные упражнения для восстановления руки и поэтому я принял решение приехать пораньше уснуть и немножечко выспаться эта неделя была максимально жестко не высыпался вообще всем спасибо за просмотр если вам нравятся мои видосы лупы нити лайкос подпишись на канал если ты еще не подписан всем спасибо и всем пока